Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная! Фурункул Причины появления Иногда на некоторых участках кожи появляются очень болезненные и неприятные на вид прыщи – фурункулы. Они не только создают видимость неопрятной кожи синюшного цвета, особенно на лице, но и очень болезненны и опасны, если пытаться самостоятельно их выдавливать. Причин такого досадного образования есть несколько – от заболеваний, вызвавших ослабление иммунной системы, – до нарушения элементарных правил личной гигиены. Народная медицина успешно избавляет от неприятных ощущений на месте появления фурункула и ускоряет его вызревание, вызывающее сильные болевые ощущения. Что такое фурункул и причина его появления? Фурункул – это гнойное заболевание кожи, вызванное стафилококком. Возникает он только в местах, где растут волосы, так как поражает именно волосяной мешочек. Причиной возникновения фурункула могут быть • травмы кожи, часто у мужчин это связано с бритьем • попадание на кожу зараженных стафилококком косметических средств, что возможно в салонах красоты, например, если инструменты не проходят правильную обработку. • несоблюдение элементарных правил гигиены, переутомления, нервные перегрузки, нарушение обмена веществ, нездоровая жирная пища, повышенное пота и саловыделение, ослабленная иммунная система, переохлаждение организма, продолжительный прием медикаментов и повышенный уровень сахара в крови. В отличие от обычного гнойничка, локализующегося в эпидермисе, то есть верхнем слое кожи, фурункул проникает в более глубокие ее слои и является очень опасным заболеванием. Начальные симптомы развивающегося фурункула схожи с симптомами обычного гнойника. Он локализуется в волосяном мешочке, что сопровождается покраснением и затвердеванием кожи вокруг волоса. Через некоторое время воспалительный процесс проникает в более глубокие слои кожи, образовывая плотный, очень болезненный при прикосновении узел воспаленной ткани. Пораженные ткани отекают, набухают. Через 3-4 дня в центре воспаленного узла появляется белый стержень. Фурункул становится конусообразным, покрытым гладкой лоснящейся кожей красного цвета. Когда фурункул самопроизвольно вскрывается, из него вытекает гнойное содержимое, иногда с кровью. Болевые ощущения исчезают. Рубцевание фурункула происходит в течение недели. Сначала рубец красно-синий, потом его цвет ослабевает и становится едва заметным. Если поражены сразу несколько рядом находящихся волосяных мешочков, то это скопление называется карбункул. Фурункул наиболее часто появляется на коже лица, шее, спины, бедер и ягодиц. Необходимо помнить, что природа фурункула заключается в размножении стафилококков, бактерий, которые выделяют токсины, убивающие живые клетки кожи и подкожных тканей. В очаге заражения гибнут клетки волосяных луковиц и кожи вокруг них. На месте фурункула всегда остается рубец. Личная гигиена при появлении фурункула и рекомендации его устранения. Если на теле появился фурункул, то необходимо придерживаться некоторых правил личной гигиены, чтобы справиться с заболеванием и не дать ему распространиться или перейти в хроническую форму. Ограничить или полностью исключить водные процедуры. Если необходимо принять ванну, то добавить в воду раствор марганцовки. Частая смена нательного белья, прикасающегося к фурункулу. Отдельное спальное место с частой сменой постельного белья. Самую незначительную царапину или повреждение кожного покрова обрабатывать зеленкой. Исключить из рациона жирную и острую пищу. Перейти на витаминную и белковую диету. Рекомендации врачей при появлении фурункула При появлении фурункула, сопровождающимся повышением температуры и общим недомоганием, следует немедленно обращаться к врачу. Медработники рекомендуют быть крайне осторожными в обращении с фурункулами и ни в коем случае не пытаться выдавливать гно из них. Последствия вскрытия невызревшего фурункула Заражение здоровых участков кожи патогенной микрофлорой с последующим образованием на ней новых фурункулов. Часть невызревшего стержня остается внутри фурункула, что приводит к возникновению хронического процесса. Выдавливание фурункулов может привести в лучшем случае к образованию обширного очага инфекции, а в худшем бактерия стафилокока может попасть в кровь и быть разнесенной по всему организму, что вызовет развитие воспалительных процессов во всех внутренних органах. Особенно опасны в этом случае фурункулы, которые находятся на лице. Они поражают чаще всего носогубные складки, крылья носа, область ушных раковин. Если на других участках тела единичные фурункулы могут не вызывать никаких изменений в организме и беспокоить только при прикосновении, то их образование на лице приводит к ухудшению самочувствия, повышению температуры и головным болям. Кожа лица приобретает синюшный цвет. Наблюдается резко выраженная отечность и напряженность. Очень болезненно при малейшем движении мышц лица. Кровеносные сосуды лица связаны с венами головного мозга и попадание в него стафилокока может вызвать менингит, заболевание, которое имеет высокий процент летального исхода, закупорку тромбами вен лица, тромбофлебит, или обширный сепсис. Рекомендации врачей при амбулаторном лечении невызревших фурункулов. Обработка вокруг поврежденного участка кожи антисептиками и обезболивающими препаратами. Электрофорез и ультрафиолетовое излучение. Сухие повязки с мазями, ускоряющими отторжение стержня. Не рекомендуют врачи использовать для лечения невызревшего фурункула мазь вишневского. Она эффективна только после того, как стержень выйдет, а до этого может способствовать распространению инфекции на здоровую кожу и привести к флегмоне – острому воспалению жировой прослойки. Традиционная медицина рекомендует удаление вызревших фурункулов и карбункулов хирургическим методом, так как стафилококк очень устойчив к лечению антибиотиками. В комплексную терапию также входят всевозможные антисептические и ранозаживляющие мази, противовоспалительные средства и антибиотики. При предрасположенности к частому образованию фурункулов следует придерживаться диеты, вести здоровый образ жизни и выполнять все элементарные правила гигиены. Болезненный процесс вызревания фурункулов может затянуться до трех недель, и в этом случае облегчить неприятные ощущения, ускорить его вызревание или подавить развитие можно с помощью народных методов. Народные методы лечения фурункула Народные методы лечения фурункула направлены только на скорейшее его вызревание. Возревание гнойного очага – процесс очень болезненный, сопровождающийся температурными перепадами, ознобом, лихорадкой. Уже развившееся гнойное воспаление лечится только в лечебном учреждении. Для лечения фурункулов применяются Алоэ Листочек трехлетнего растения сорвать и поместить на сутки в холодильник, упаковав его в темный мешочек или фольгу. Применять, прикладывая разорванный вдоль листик мякотью к воспаленному месту, меняя два-три раза в сутки. Лук Разрезанную луковицу нужно запечь в духовке и приложить к воспаленному месту. Каждые 4 часа следует использовать другую луковицу. Лук помогает скорейшему вызреванию гнойника. Картофель Вымытую сырую картофелину приложить срезом к гнойнику. Менять на свежую каждые 4 часа. Лимонный картофель Две средних сырых картофелина натереть на терке. Смешать с соком одного лимона, одним желтком и столовой ложкой растительного масла. Держать на больном месте 20 минут. Аккуратно смывать теплой водой. Медово-ржаная лепешка Смесь из 4-х столовых ложек меда и стакана ржаной муки помогает рассасыванию фурункула. Прикладывать новую лепешку каждые 5 часов. Календула Цветы календулы смешиваются с маслом и прикладываются в виде компресса под повязку на пораженное место на сутки. Листья лопуха 5 столовых ложек листьев лопуха смешать со стаканом молока, довести до кипения, остудить. Прикладывать смоченную салфетку к пораженному месту. Зверобой Маслом из зверобоя смочить стерильную салфетку, приложить к фурункулу, закрыть полиэтиленом и оставить на ночь. Подорожник Столовую ложку измельченных листьев подорожника смешать с чайной ложкой растительного масла. Смазывать в пораженное место. Компресс на основе прополиса 50 г прополиса 100 г пчелиного воска 50 мл касторового масла Все ингредиенты тщательно перемешать, поварить 5 минут на слабом огне. Нанести на чистую ткань и прикладывать к пораженному участку утром и вечером на 20 минут. Лечение фурункула изнутри. Параллельно с ничением компрессами следует принимать внутрь. Настой чайного гриба Принимать 3 раза в день по 100 г. Жидкие пивные дрожжи Пить по 1 ст. л. за полчаса до еды 3 раза в день. Сок столовой свеклы Принимать по полстакана перед едой 3 раза в день. Отвар из семян лопуха 10 семян кипятить полчаса в стакане воды в течение 20 минут. Отсаженный остывший отвар выпить за один раз. Настой из цветков календулы или крапивы, приготовленный по рецепту, указанному на аптечной упаковке. Настой следует пить в теплом виде. Семена лопуха не отваривать, а съедать по несколько штук ежедневно натощак. Настой пырея при хронической форме фурункулеза Принимать внутрь на протяжении месяца. Можно повторить курс через месяц. Пырей хорошо очищает кровь, избавляет не только от предрасположенности к образованию фурункулов, но и от ячменей и всевозможных прыщей. Если на коже появился фурункул, это не только эстетически очень неприятно, но болезненно и опасно. Следует запомнить несколько правил. Ни в коем случае не выдавливать фурункул, народные методы применять только при его вызревании. Созревший фурункул прорывается сам или его удаляет хирургическим методом, и тогда заболевание пройдет быстро и без осложнений. Благодарю Вас за просмотр! Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok